привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы будем добавлять бытовухи нас очень часто спрашивают почему мы не показываем то что мы едим на лодке и то что мы готовим и вот сегодня мы покажем дина покажет дина покажет и мы готовим сегодня мы будем готовить суши суши дина я хочу вкусные суши по твоему фирменному рецепту наверное оба у нас есть что-то у нас есть с креветками в том числе и с лососятиной но давайте не торопить события сначала выпьем на легкую руку мы же делаем это все для души и по липскому времени то есть спокойно радостно и увлекательно так вот дина бери свой хрустальный бокал хрустальный бокал и давай начнем готовить вкусняшки друзья за вас но это же не шот моего залпом пить не будем но тем не менее мы начинаем готовить и покажем вам весь процесс погнали и так для того чтобы получились нормальные суши самый важный ингредиент это правильный рис можно сидеть и делать суши суши из ну ладно хорошо его немного рассыпал можно делать суши из риса которые длинные но это суши неправильно и получится скорее всего какая-то какашка а нужен рис который специально подходит для суши если у вас нету под руками длинного ой короткого вы можете брать любой но тогда нужно понимать что получится из него ну совсем в общем не то что нужно а теперь давайте я вам покажу детальнее какой рис нужен и почему именно такой так ну рис вот написано рис для суши мне было видно да короче рис выглядит вот так вот видите эти зернышки они круглые и такие зернышки они слипаются и получается такая кашка которая нормально потом режется если делать из другого риса то нормально это естественно ничего не получится итак мы будем делать суши с лососем с креветками и с тунцом где у нас тунец и тунцом тунец у нас будет консервированный но я покажу как это сделать вкусный момент девочка что делаешь зачем ты это супер насыпает отмеряю чашечку то есть у нас будет большую чашку мы не знаем сколько здесь объем в этой чашки но знаю точно что его нам будет достаточно как раз чтобы один раз перекусить на зубок альдиенты будет такой полуразваренный альдиенты так для того чтобы его варить нужна большая кастрюля такая чтобы рис вместе с водой даже не доходил до половины иначе будет папа и теперь мы это все заливаем воды воды нужно так чтобы покрыла где-то на два пальца выше ну так чашки можно их несколько штук главное чтобы может прямо туда лить главное чтобы где-то на два пальца было воды больше чем риса этот рис кстати мытый вот увидите он такой прозрачный то есть его промывать не нужно еще 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 ну вот где то так вот короче вот такой вот объем так важный момент это его накрыть крышкой причем накрыть его абсолютно полностью и подождать пока на большом огне вода закипит тем временем пора варить креветки чтобы тоже они уже были готовы и остывшие это дурацкая комфорта просто у нас правая комфорка на из нержавейки идет вот эта крышечка а левая комфорка из черного металла который постоянно ржавеет в морской воде и вот у него там то горят они то не горят на крови бетоны готовы для варки кипятишь мы же их не солим ничего с ними не делаем мы ничего не делаем их просто в кипяток забросим до момента розового цвета кипятись горшочек варить важным моментом для суши является то чтобы нож был крайне острый если нож тупой ничего хорошего кроме мучения из этого не получится и так как мы режем лосось вы видите вот здесь вот идет стыковочка волокон то есть мы вот так вот берем делаем рез это миллиметр в сторону и как мы дорезаем до шкуры поворачиваем нож и снимаем вот такой вот кусочек филе да у него обрезаны вот увидите все серенькие вот эти вот части а в руках остается вот такой вот красивый и точно так же мы делаем и с другой стороны то есть доходим до шкуры и и и снимаем и что я люблю в яхтинге просто это то как утилизируется это все мы вот так вот выходим делаем каждый кусочек носим это я просто показал пример а потом мы можем набрать большую жменью выбросить и все равно сидят рыбы не нужно мне рассказывать что не нужно мусорить в океане это кусок рыбы откуда пришла туда и ушла хотя регион не норвежский мы его режем вот такими вот дольками и эти дольки будут у нас заворачиваться в роллы то есть главное как он уже говорил чтобы нож был очень острый потому что иначе это будет мучение то есть острым ножом они режутся вот такими вот ломтиками и получаются очень красивыми закипел посмотрите рис кипит сейчас очень важный момент то есть можно сделать маленькую щель но лучше этого не делать мы делаем самый маленький огонь который возможно и нужно подождать пока из кастрюли риса испарится полностью вся вода мы возвращаемся к нашему лососю наш карась красного цвета и начинаем его дорезать то есть это у нас будет подготовка именно под роллы которые мы сегодня с вами будем делать с чем мы будем делать суши мы будем делать сегодня роллы с лососем с креветками с тунцом будем делать но это на любителя ты любишь я люблю лосось и авокадо я когда жил в австралии там вот эти пой когда я жил в австралии там у них суши продаются вот этими роллами в ларьках вот ты идешь на работу берешь такой подходишь к ларьку а и у них вот лист нори разрезанный пополам стоит один или два доллара за вот такой вот половинку нори и тебе тебе его дают конвертик и такую маленькую я даже не знаю такую пипетку с соевым соусом и ты просто идешь по дороге мочишь кусаешь и идешь получается такой бутерброд очень прикольная штука и мои любимые были это рис это был тунец просто его многовато нужно кастрюля больше это был были суши с тунцом именно вот с таким вот консервированным то есть что нам нужно сделать полно в савеналовании ну да в тарифке полу мы оттуда сливаем потому что этот тон у натурель поэтому мы этот сливаем а сам непосредственно тунец мы будем из него делать вкусняшку чистая штучка отлично так вот прямо кусок тунца и нам для того чтобы сделать заготовку для суши с тунцом нам нужен будет майонез и нужно будет сделать микс тунца и майонеза а пока у нас вот идет такой кухонный движняк у нас гамбасы гамбасы готовы и так бросаем их они у нас сразу краснеют переварить их невозможно 400 грамм 400 грамм с канала не нужно нам же пару штукой что нужно пачка ну ладно мы их сидим в любом случае я думаю уже разморозим сейчас они теперь нужно огонь поселее даже они холодные постоянно остудили так делаем чуть-чуть побольше огонь и топим их в горячую воду немножко жестокости не повредит пать и купаться но они уже почти да но они там их пару минут поварить и все будет готово ну чтобы они были холодные потому что если они будут горячие и будет просто очень достаточно сложно готовить итак возвращаемся к нашему тунцу нам для этого нужна большая мисочка ну как большая относительно пропорции потом мы берем наверное где-то пол консервы что я не люблю в суши это то что нужно огромное количество посуды которую потом нужно будет мыть нам его нужно потолочь потому что он должен быть у нас мятый то есть нам кусок потом мы берем майонез и где-то в пропорции пол майонеза один тунец делаем вот такой вот микс между прочим готовить вот это все меня научили японцы там в австралии в мельбурне был супермаркет в котором японский супермаркет в котором были девочки продавщицы и я туда приходил что-то там покупал они мне советовали что брать и мне рассказывали как это все готовить я приходил говорю это мне не получилось потому что там я не понимаю как это делать не горит она нужно было там холодную воду макать и так они меня научили готовить всякие прикольные японские штуки но тунец майонезом я не уверен что это японское блюдо но всем случае не с этим адаптированная с другим но для условий австралии мне очень понравилась адаптация поэтому для меня эта штука получилась очень вкусно вот в общем получается вот такой вот микс вот и вот с этим мы сделаем несколько роллов все это готово такс пока мы режем авокадо здесь авокадо такие прикольные на самом деле можно и без авокадо то есть все ингредиенты вы можете купить даже если авокадо не будет такая огромная косточка класс как раз созрел до созревший авокадо и теперь мы будем делать ломтики и так берем дольку такая вот она красивая получается мы делаем из нее филе на тарелочку сделаем филе прямо вот как как будто мы делаем срезаем с рыбы вот эти вот все штучки естественно мы выбрасываем а вот эти вот дольки авокадо оставляем на все вам не буду показывать как они делаются все а покажу просто на примере а тем временем у нас креветки готовы поэтому мы их выключаем и сливаем вот такие они получились и сейчас мы их просто оставляем нам они нужны в остывшем виде поэтому все что нам нужно от них это просто немножечко терпения чтобы они максимально остыли в горячем тропическом климате а тем не тем временем у нас подходит между прочим уже рис и я уверен что этот рис уже практически готов давая хоть это делать сейчас и не надо но 2 я покажу как должен быть выглядеть рейс об увидите вся вода испарилась теперь мы чуть-чуть увеличиваем огонь чтобы поднять температуру в кастрюле выключаем и важный момент берем полотенечко и просто его накрываем так чтобы сохранить максимально температуру и так он должен стоять 20 минут вот увидите что с рисом ничего сложного нет а сейчас нам нужно будет сделать заправку для суши для риса уксуса ну для риса да да секретный ингредиент секретный ингредиент называется он по-японски самеши и делается он несложно для такой вот чашки нам нужно 2 столовых ложки 1 но тем не менее так и нам нужно будет маленькая кастрюлька здесь такая кастрюлька считайте мы будем готовить соус и так нам понадобится 2 столовых ложки таких можно с горкой такой хороший 1 2 ночи . так с этим ясно далее нам нужен будет сахар и соль они у нас идут в одинаковых баночках но я-то знаю но я-то знаю что у нас синяя просто выучил розовенькая это соль я выучил потому что я готовлю каждое утро кофе и кофе с розовой ложкой получается и так нам нужна будет одна ложка соли не перепутай не перепутать и 2 таких вот полных мама с горкой 1 2 ложки сахара так это чайный а далее мы убираем и зажигаем плиту ставим на плиту и начинаем это все вот увидите начинаем это все перемешивать до тех пор пока соль и сахар полностью не растворяться в уксусе ну вот смотрите получилось вот такой сомеши вот увидите там еще но еще немножечко не растворилась но это не страшно уже почти да но все равно растворится поэтому мы его выключаем и ставим рядом с креветками и ждем пока она растворится до конца а сами продолжаем подготавливаться к роллам так сыр филадельфия можете брать любой крем сыр но филадельфия лучше всего на самом деле если вот я вспоминаю то как это в австралии было сделано у них готовятся суши и с свининой и с жареной курицей то есть это на самом деле ну нужно понимать локализацию то есть если мы говорим о суши как о японской кухне да конечно тут даже суши с лососем роллы ну суши роллы с лососем японская кухня они практически не присутствуют потому что японцы считают лосось очень жирной рыбой и может быть где-нибудь в меню в ресторане найдете конечно какую-то сушку с лосося но это будет крайне редко а большинство будет сделано с этом с макрелью это кстати скумбрия чтобы вы знали вот с такой рыбой которая белая она тоже жирная но не такая жирная как лосось поэтому мы делаем не настоящие суши мы делаем просто вкусный ужин оля жопанец есть васаби порошок мы его сюда высыпаем мы будем делать его еще и в еду короче это просто обычный васаби порошок васаби это же хрен поэтому просто чуть-чуть отличается он для того чтобы получилась нормальная васаби его нужно выберу потолочку она в себя набирает нужно чтобы порошок был именно порошок если есть такие вот как здесь вот такого плана комочки то придется потом его толочь а в воде его толочь совершенно не прикольно вы можете сделать васаби чистый может делать васаби соевым соусом он тогда будет просто чуть-чуть более темный но это уже как вам больше нравится так все а теперь мы сюда добавляем тепленькую водичку горячая вода здесь сейчас очень важный момент не переборщить потому что жидкий васаби это конечно не прикольно да он должен быть пластилин и чтобы из него можно было слепить что-нибудь руками это такая на самом деле он может быть и более жидкий тогда просто но для суш лучше чуть чуть более жидкий потому что он тогда будет нормально мазаться но для если вы хотите именно красивые пирамидки из него сделать тогда можно его совершенно спокойно делать как пластилин если именно просто для готовки чтобы его класть непосредственно в роллы может быть чуть-чуть жиже то есть вот это вот как консистенция вот видите это немножко жидковато но мы ее такую и оставим потому что я хочу сделать добавить васаби непосредственно в роллы так далее на чем мы с вами остановились в этот момент подошел готовки рис от и мы делаем следующее мы вот это вот самеши полученную просто выливаем сюда чуть-чуть выливаем перемешиваем нам нужно просто сделать так чтобы рис был ровно ровно перемешан значит деревянной лопаткой да я знаю что деревянной лопаткой у нас вообще есть есть у нас мы же купили я был полностью уверен что у нас просто нету деревянной лопатки поэтому не нужно перемешивать так чтобы рис насытился и набрал в себе себя воздух тогда он будет наиболее вкусен и приятен так все с этим понятно доливаем остатки чтобы у нас равномерно все перемешано было и перемешиваем то есть он получается такой липкий а рис для суши и должен быть липкий очень важный момент когда вы варите рис обратите внимание на то чтобы когда вода испарилась чтобы вы его выключили сразу даже если она будет там немножко воды рис в себя это все равно потом наберет а если вы передержите чтобы он правильно сварился он тогда пригорит и у вас будут сушить как у нас это получилось вот здесь ничего не пригорело вот он ровный профессионализм не пропьешь нет времени объяснять чтобы рис остыл потому что из горячего риса суши и роллы не делаются поэтому мы его выкладываем вообще правильно если мы говорим вообще о всех правилах то рис нужно выкладывать в деревянную кадушку ну мы же делаем с вами просто ужин да то есть мы же они церемония да мы же не делаем японскую еду то есть если вы хотите делать именно японскую еду это всем немножко другая история но правила нарушают те кто их знают а я правило поэтому мы делаем не японскую еду а именно домашнюю до команд суши роллы с лососем что это за японская еда моя любимая модель фей это вообще мракобесия если учесть что японцы практически не едят молока продуктов то филадельфия в суши это вообще такой апогей жести но ладно это всегда мои любимые роллы были твои любимые роллы тоже не знаю что японскую едят не такое не едят для них это что-то странное а еще самое странное сочетание это когда делают какие-то оля сприн роллы и делают их с укропом а для японцев укроп это так вот это даже лучше чем роллы с лососем из филадельфии да поэтому не нужно придираться к деталям а мы продолжаем готовить наши роллы давай голод не тетка да голод не тетка это все должно было делать получилось по-другому но все могло бы быть ничего я тебе все подготовила спокойно молодец так короче все с этим разобрались а теперь начинаем это все крутить поле ну куда очень тирея жди ну что же тоже должно быть все в удовольствии вот а там и речь гедонизма так ладно начинаем мы сейчас с того что мы продолжаем крутить роллы для этого нам понадобится вот такой вот матик циновка циновка да но самое важное самое важное для того чтобы у вас все получилось вам нужна вода причем вода может быть любая вам она нужна будет для для того ну у нас питьевая потому что у нас из крана сейчас течет техническая а в этой воде вы на самом деле будете мочить просто руки и нож и вот собственно вся ее задача так сейчас я немножечко здесь сделаю организую пространство да а еще же надо пока почистить гамбасе как немаловажный момент так креветон и идите сюда начинаем чистить голову в топку лапки в топку короче нам нужно освободить со мной лишь только филе шичко и сама жирное тело этих вкусных креветочек на самом деле нормально чистятся просто я хочу это сделать максимально аккуратно для того чтобы получились красивые у нас ингредиенты сейчас я делаю небольшую паузу на бокал вина музыкально рекламную для того чтобы выпить бокал вина а так как руки у меня спокойно почистить наконец и креветка спокойно единочка где мой бокал вина руки заняты руки заняты как парализовала пойми вот он но срочно она спасибо да заправился мы берем нори нори это водоросли ты взял бокал они нори ничего с собой не могу поделать короче диаметр суш вы делаете как вам удобно я обычно делал их вот такого где-то диаметра и для этого я просто отрезал где-то 30-20 процентов от листочка чтобы он получился меньше но мы можем попробовать сделать и так очень важный момент смотрите у листочка есть две стороны внутренняя и внешняя то есть внешняя на более блестящая внешняя внутренняя более шероховато внешняя более блестящая мы кладем внешней стороной более блестящие наружу теперь важный момент смачиваем руки берем рис и начинаем его раскладывать по листочку и вам нужно раскладывать его по листочку где-то в толщине чуть чуть меньше сантиметра но даже сантиметр это много потому что у вас получится такой очень рисовый рисовый да то есть и вы его кладете где-то вот 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 так сейчас я вам его более покажу если у вас меньше этого ты дофига поменьше риса очень много нормально ариса столько и нужно его так обычно всегда делал если рис начинает прилипать к рукам тогда вы знаете что делать вам нужно просто будет больше намочить руки но на самом деле это я вам просто показал что делать после каждого такого риса вы руки моете что делаю я дальше мы берем филадельфию и его просто вот полосочку полосочку накладываем вы накладывать это я накладываю нет вы намазываете я намазываю вы накладываете нужно намазывать вот в общем получается вот так вот к краям можно делать его немножечко поменьше ну что чтобы он тогда не выпадал далее берете пальцем васаби и вот вот так вот пальцем его намазывайте потому что иначе будет немножечко пресновато все есть далее мы берем лосось и укладываем его какие-то тонкие кусочки я могу положить я хочу войны можно с двойным лососем ролл с двойным лососем пожалуйста двойной авокадо или обычный ну сейчас я посмотрю так так нормально нормально все далее вы должны быть руки чистые чтобы ничего не прилипало и потом вы просто берете вот так вот это все вот так вот сворачиваете в такой большой рулончик вот и получается у вас такая колбаска но смотрите здесь важный момент вот этот вот край он не прилипает то есть он остается для этого вы просто берете руку можете в воде можете норе и делаете еще один оборот все у вас вот сушка можно и сделать красиво да то есть вот смотрите получилось у вас вот такая вот суша вы можете ее делать тоньше делать толще как вам больше нравится диаметр можете регулировать либо количеством риса либо отрезать просто кусок нори и у вас получится вот такие такая вот колбаска и так как делать с лососем вы уже поняли переходим к следующему ингредиенту нори выбираем сторону блестящую и здесь вот еще обратите внимание есть волокна то есть вот волокна идут вот так то есть не это вот поперечная это просто его рифление прокатанная через станок а сами водоросли структуре идут вот так поэтому вам нужно их сворачивать именно по структуре иначе будет очень нехорошо опять мочим руки берем и начинаем раскладывать рис по норе рис опять же вы можете себе регулировать вы хотите больше риса вы хотите больше рыбы в любой пропорции которая вам больше нравится я хочу больше рыбы и меньше риса у нас в нашем ресторане выбирает шеф-повар на 1 знаешь как во французских ресторанах когда ты приходишь и у них нету на столе нету не соли нету перца потому что шеф-повар сам знает как должно быть блин ну так все есть далее васаби хоба хоба можете себе делать острее можете себе делать менее остро аптую все размазали теперь важный момент мы будем делать с вами с тунцом поэтому мы берем тунец и раскладываем его он какой-то жирный с тунцом будет 22 с тунцом так все тунец есть на самом деле это вообще не сложная процедура такие суши можно готовить вообще от себе просто на ужин единственное что что я не люблю так это количество посуды да вы можете делать вот так вот смотрите вы завернули у вас остается здесь нори просто берете это море можете водой и потом просто делаете полный один оборот давить сильно не нужно иначе будет выпрыгивать с концов выпрыгивать с концов а так получается вот такая вот еще одна колбаска жирненький жирненькая вкусненькая и самое главное посмотрите тунец находится там в серединке хоба так следующее с чем мы будем делать это мы его делаем с креветкой креветкой гамбас но я думаю что можно креветки и авокадо как захочешь давай креветки и авокадо а и 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 ем свои, Дина ест свои. У нас вот так все серьезно. Ну, как скажешь. Ты можешь вообще рис не ложить, просто лепи туда креветок. Ну, почему так? А как? Все, не отвлекай меня. Давай, лепи. Слушай, а можно я у тебя буду есть вот отсюда рис? Не, можно? Веди свои руки. Слушай, ты так все время делаешь. Да, я попробую. Не, не правда. Ты сейчас врешь. Слушай, ты если хочешь есть, ты ешь васаби. А я буду вот у тебя сушь забирать рис. Нет, не отвлекай меня реально. А я тебя отвлекаю, потому что мне кажется, что ты делаешь это слишком медленно и слишком неправильно. Делай быстрее. Отстань. Я так понимаю, что у тебя будет суши с Филадельфией и с васаби. Будет и с Филадельфией, и с васаби. И с креветками. Все, все. Да, да. Хочешь сыра еще такого гауды туда положить? Ага. Брикетиками. Зеленый черкаш. Сигнатур. Какая вкуснятина. Вау. Сворачивай. Готово. Слушай, можно сворачивать. Ты так тонко их нарезал прямо. Слушай, отцепись от меня. Нужно было резать самой. Ну, ты же нас. Резак. Да. Ты... Мне вот... Мне не жалко лишнего кусочка положить. Ты можешь их есть. А ты не будешь сюда авокадо класть, да? Согласна. Это называется забыла. Ты меня отвлекаешь. Ну, это естественно. Реально бесишь. Тебя отвлекает все. Да. Да? Точно. Точно. Знаешь, что говорят? Это называется рассеянное внимание. Знаешь, что говорят, когда кто-то говорит «все». Да, знаю, ты победила. Ну и все. Так, никто не выпрыгивает никуда. Все остаются на своих местах. Что у нас тут? У нас какой-то большой слишком кусочек остался. Аллилуйя, это то, о чем я тебе говорил, что я его обычно отрезаю. Ну, он сам тут лишь кусочек отрезался. Ну, что у тебя получится? Так же красиво, как у меня. У меня получится еще красивее. Хоба. Ну, посмотри. Нету никаких ужасных дыр. А ну еще раз ту сторону покажи. Мне это больше нравится. Это я не сомневаюсь. Нет, ты себе на отдельную тарелку клади. Мои я буду есть сам. Ты так вставишь вопрос? Нет. Ничего нигде не выпало. Перфектнес. Давай, клади. А ты сейчас будешь это все резать. Да, естественно. А я убираю все лишнее. У нас такое правило. Помыть все перед тем, как все нарезать, чтобы потом этим всем не заниматься после. Это очень важный момент. Иначе... Не, на суше всегда так. Ты хоть раз мыла после суши когда-то, что оставившись? А нет? И я нет. А я помню. Ну да, слушай, просто слишком много. Не хочется вот так. Давай, сейчас будешь нарезать. Я свою часть работы сделала. Так, вам понадобится еще имбирь. Такой вот. Это нам понадобится. Вкусняшка. Васаби у нас вот такими штучками, квадратиками сделан. Но это все на самом деле подготовка. Очень важный момент еще, это посмотреть, какой у вас соевый соус. То есть, если это вот всякие типа супериор соевый соус, это значит, что это он черный. Если это лайт, тогда его можно сразу использовать. Чтобы получилось нормально, его нужно просто немножечко развести с водой, иначе он будет достаточно жесткий. Очень жесткий. Да, это сейчас. У нас где-то были такие маленькие. Ну что, делаем красиво. Переменами слагаем. Нужно же, чтобы это все было красиво. Эстетизма. Так. Мисочки мои, это будут для соевого соуса. Так. И теперь мы берем чайник. В чайнике у нас уже есть кипяченая вода, которую мы делали для васаби. Так, все. С этим у нас все разобавилось. Эта подготовлена. Имбирь васаби, два соевых соуса разбавлены. А теперь начинаем резать роллы. И обязательно мокрый нож. Итак. Делаем хоба. Потому что надо будет вытирать руки. Мы берем ролл. Кладем. Это мой. Это не важно. Делаем острый нож. Там три лосося. Это важно. Очень важный момент, чтобы нож был острый. Потому что если нож не острый, то ничего не получится. И начинаем резать. Раз. Если нож совсем острый, тогда это можно вообще делать с одного раза. Но это должен быть другой нож. У меня такие ножи были в Киеве. И аккуратненько перекладываем на тарелочку. Можно я попробую? Нет, нельзя пробовать ничего. Будешь пробовать, когда будет все рецепт. Но очень важный момент, чтобы нож был мокрый, а руки были сухие. Вот у нас получилась такая гора суши. Потом у нас есть сашими и креветочки. И сейчас мы это все будем готовить к употреблению. Ты готова кушать? Очень. Очень готова кушать. Ну все, мы готовы. Давай пробовать. У тебя уже бокальчики в руках, да? Да. Ну все, давай садись. Где мой бокальчик? Чип. Давай. Вкусно? Отлично. Очень круто. Получилось? Да. Сейчас еще. То есть мы берем васаби, кладем его в соевый соус, там разбавляем. Можно не стесняться. Можно не стесняться, это уже как кому-то что нравится. Такая гора. Я думаю, нам еще на завтрак останется. Да, нормально, завтрак суши нормальная штука. Офигеть. Идет? Теперь моя очередь. Все такая же самая процедура. Я разбавляю васаби. Ну как? Все, давай есть. Приятного аппетита. Секундочку. Ну сколько можно? Дай прожую. Так вот, друзья, наша гастрономическая рубрика начинается, а данное видео подходит к концу. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. А я буду пока подъедать, пока Дина стоит в руках с камерой. Какой ты негодяй. Друзья, до скорой встречи через... Три, два, один. Ну подожди, и дай договорить. Друзья, до скорой встречи уже через несколько дней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok